Окей, let's go! Разъемной у нас готов, радар подключен, 140 эконом, 80 комфорт, детский тоже 140 показывает, друзья. Сегодня, 12 августа, понедельник, вчера, воскресенье, у нас был полноценный выходной. Вчера я прошел ТЭО, поменял передние колодки, и все, сегодня я уже 100% готов, чтобы выйти на смену. Что хочу сказать, те, кто смотрит мои видеоролики, вы уже знаете, что делать, поддерживать меня. Поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий и подписывайтесь на мой канал, это обязательно, друзья. Мы начинаем сегодняшнюю смену, вам хорошего просмотра, нам хорошей кассы и хороших пассажиров. Поехали! Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке, и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка, это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокоруб, термокоруб доставляется по всей России бесплатно. Четыре вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время, за приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничать с парковых самозанятых, они подключают самозанятых водителей. Эксперт Парк 2.0 Не забирает ни копейки, недельные бонусы, цели, лужи, ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24 на 7, они отвечают на все ваши вопросы, они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одно из самых крупнейших таксопарков во всей России. Эксперт Парк. Подключайтесь, все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Выходим на линию, ждем первого заказа, друзья. У нас приоритет 51, если заправили через приложение, то был бы 55. Но я заправляюсь на Некрасовский, Саоктанта, как обычно, 92, полного бака. Показывает, там 626 километров мы можем за сегодня проехать. Ну, пока что не знаю, 527, понедельник, 19 августа. А нам дает вот такой заказ, Тобольская, 29, 6 минут, 3,2 километра. Принимаем, друзья, принимаем, едем, чтобы подаваться. А нам вернули деньги на карту Сбербанк. Там я заправил за 1500, но 25 литров хватило и все. Едем, чтобы подаваться на первый заказ. Субтитры сделал DimaTorzok Завершаем за сегодня первую поездку, друзья. В пути были 7 минут, проехали 4 километра, 246 рублей. Хабаровск-3, здесь садик у нас с правой стороны, с левой стороны. Не знаю, какое там заведение. Завершаем поездку и выходим на линии, друзья, чтобы получить следующего заказа. Короче, друзья, я принял вот такой заказ в аэропорт с КФМ плюс 160 до пассажира 4 минуты, 2,1 километр. Это за сегодня у нас будет какой? Четвертый заказ, друзья. Через где-то час у нас начинается черная зона. Сегодня черная зона тоже хорошая. Там 2,2, 2,3, 2,4. Может быть, успеем вернуться, чтобы получить заказ из черной зоны. У меня был заказ в Большой Камен по тарифу эконом. Без коэффициента я как бы пропустил этого заказа. Ну, а на того не стоит. Потому что я на предыдущих видео сказал, если заказ будет в аэропорт, в Артём или там в казино, да, с удовольствием я принимаю и еду. Если там дальше куда-то, то она того не стоит. Ну, это лично мое мнение. Но те, кто катается на минивенах, они так не считают. Им, наоборот, лучше в дальней поездке. Но, да, они тоже принимают дальние заказы только по тарифу минивен, комфорт или комфорт плюс. По эконому вообще не стоит, друзья. Едем, чтобы подаваться с кэффом плюс 160. По тарифу эконом был это. Посмотрим, сколько будет эта поездка. Завершаем поездку. В пути были почти 40 минут. 1442 рубля. Встретил Абуша. Он тоже ждет заказа. Мизроп тоже здесь оказывается. Посмотрим, в какой большой очередь мне дают заказ. Непонятно откуда. Ничего, ничего. Будем подождать. Каждый второй, третий заказ. Откуда ты там? Ну-ка. 51, 55. 31, 35. 16, 20. О, шалеть. Может, просто вставим кнопку по делам и обратно едем. А то заказ. А то очередь большой. Буквально полчаса назад, буквально полчаса назад приземлился самолет из Москвы. И где-то через полчаса еще будет самолет из Пекина. Будем подождать. Посмотрим, что будет, как и будет. И, может быть, может быть, если не будет заказов, то поставим кнопку по делам или домой, друзья. Короче, принял заказ, друзья. Зима южная. Короче, это с Надеждинской. Едем на Владивосток. Вторая линейная улица 22. 27 километров, там 27 минут показывает. До пассажира 21 километров, там 17 минут. Это у нас платная подача плюс 510. И по безналу едем, чтобы подаваться, друзья. Если пассажир отменяет этого заказа, то я могу получить компенсацию. Поэтому она того стоит. Вот отменили заказ. Да ничего. Мы должны быть в очередь, наверное. Или что, покинули очередь. Херсонская. Не-не-не, такие заказы нам не надо. А что, я покинул очередь, что ли? Короче, тот заказ отменили, друзья. Я покинул очередь. И поставил кнопку по делам в сторону города Владивосток. Ничего, ничего, ничего. Бывают такие моменты тоже, друзья. Надеюсь, что будет заказ аэропорта. Или нет. Посмотрим. Тот заказ отменили. Ну, вот этот. Где нет? Где тот заказ, который отменен? Вот этот. Владивосток, вторая линейная. Ну, компенсации нету, потому что пассажир отменил до 3 минуты. Если бы я хотя бы проехал там 3 или 4 минут, отменили, то я бы получил компенсацию. Ничего, бывают такие моменты тоже. Время уж 9 почти, друзья. Я потратил полтора часа почти. Что делаем? Нету заказа. По делам поставил кнопку. Все заказы были дальние. Передвигаемся в черную зону, в город Артем. И оттуда будем ловить заказы. В 9 начинается черная зона с Артема. И может быть по тарифу межгород, эконом, комфорт, либо детский едем в город Владивосток. Так будет, наверное, попроще, друзья. Давайте передвигаемся в сторону города. Артем. Смотрите, друзья. Время 9.00. Мы уже на черной зоне. Вот гарантия спроса. Мы уже на черной зоне. Еще нам дают проводник в аэропорт. Что думаете? Может, обратно вернемся в проводник и в аэропорт? И оттуда будем принимать заказы. Эконом 17 минут. Детский не показывает. Комфорт там полтора часа показывает. Нам дают вот такой заказ, друзья. Нам дают вот такой заказ. Ульяновская. Нет. Нам надо только дальние поездки. Ближние поездки. Вот не стоят ближние заказы там. Давайте заезжаем тогда в очередь. Проводник в аэропорт. Расстояние 8,1 километра. Примерно 8 минут. Сейчас сделаем так. Не-не-не-не. Все, начинается. Вот непонятно, что делать. Все, используем самолеты, друзья. Чтобы не потерять активность. А то, если вы потеряете там минус 15 приоритета, то вас заблокируют на несколько минут. Что-то есть такой. Сейчас выходим на линии и отключаем кнопку по делам. И зайдем в очередь. Наверное, будет так попроще. Или вообще-то будем ловить заказы с черной зоны до города Владивостока. По тарифу там эконом, комфорт, комфорт плюс, детский, межгород, без разницы. Ну, у нас комфорт плюса нет. Ну, детский, эконом, комфорт и межгород у нас подключен. Сейчас что-то проходит время и выходим на линию. Все, выходим на линию. Заказ отменен. Уйти с линии. По делам кнопку отключаем, друзья. Да. И нажимаем на проводник. И едем в аэропорт. Пацаны вот только что написали, сказали, что слишком много людей. Просто выйти на линию и передвигаться в сторону аэропорта. Заходим по проводнику. Нет, потеряем приоритеты. Ничего. Что минус, друзья. Вот дают заказы подряд. Вот, я даже не могу заехать через проводник в аэропорт. Проводник. Все. Я уже в очередь. Передвигаемся в сторону аэропорта. И оттуда будем ловить заказы. Пацаны сказали, что слишком много людей. И как бы заказы будут. Едем. Сразу же мне дали заказ с аэропорта. Мы едем на Адмирала Юмашева, друзья. С КФМ плюс 110. Потирали сколько? Ну, примерно почти 2 часа. 7.23 мы заканчивали тот поездку, который приехали в аэропорт. Время уже 9.07. Ну, ничего. Самое главное, что не пусто. Обратный заказ есть у нас. И да, потеряли чуть-чуть там активность, потеряли время. Ну, дальше там просто постояли, ждали, пообщались с пацанами. И едем. Едем в аэропорт. Едем в город Владивосток. И там дальше будем работать, друзья. Вот у нас следующий заказ. Адмирала Юмашева 8А. Нормально. Время 10.00, друзья. Завершаем поездку. В пути были там 48, почти 49 минут. 1449 рублей. Ну, нормально. Просто потеряли там сколько? Пути, когда были, там потеряли сколько? Полтора часа примерно. Да, полтора часа потратили. Ну, это тоже будем, наверное, рассчитать. И мы начали 5.30. Мы должны откатать до 7.00. Ну, еще перерыв будет где-то во время обеда. Либо сегодня до 8.00 или до 9.00 будем кататься, друзья. Пока что. Ну, кафе нету. Вообще тишина. Вот. Ну-ка. Ну-ка. Где кафе? По городу вообще нету кафе, друзья. Просто отключаем тариф эконома. И будем катать только комфорт и детский, друзья. Она того стоит. Эконом вообще ноль. Вообще не стоит без коэффициента катать. Ну, за сколько? За... Она нам дает вот такой заказ. Котельник ВА-26, кресло от 9 до 4. Все, принимаем заказ по тарифу детский. И едем, чтобы подаваться без коэффициента, друзья. Ничего. Будем кататься. Друзья, сегодня у нас понедельник. Поэтому многие катают там недельные цели. Поэтому, наверное, сегодня по городу вообще не будет кафе. А завтра вторник. Завтра, наверное, будет хороший кафе с утра. Ну, может быть, до 10.00. Мы во сколько заканчивали смену? От 7.00 до 10.00, как бы мы не были в городе. Наверное, те, кто были в городе, они катались и были хорошие кафе. Может быть. Ну, ничего. Сейчас, как бы, ноль по всем тарифам. Там комфорт, эконом, детский. Мы только катаем. Комфорт и детский. Она того стоит. Время 11.30, друзья. Я уже 6 часов на линии. 2 часа были там в аэропорте. Просто подождали. Ну, на линии я был конкретно 4 часа. За эти 4 часа я зарабатывал 4000 рублей по количеству заказов. 8 заказов сделал на первую часть. Сегодняшний смену, друзья. Сейчас время обеда. Будем поесть. Перерыв будет, может быть, час. Может быть, 2 часа. Посмотрим общие. Подведем итоги на первую часть. Сколько у нас был перерыв. Сколько мы были на линии. И на второй части, чтобы отрабатывать и зарабатывать деньги. Вот сегодня нету кэфа. За бортом там показывают 22 градусов. Нету вообще кэф. Я просто катаю комфорт и детские. Ну, более-менее заказы. Количество мало. Сегодня работаем только на качество, друзья. У меня нету там недельной цели, бонусы. Поэтому она того не стоит. Я сейчас вам буду показывать, сколько я зарабатывал до этого момента. Время 11 уже 29. Заходим в приложение Яндекс.Про. И я вам буду показывать, сколько я зарабатывал, друзья. Ну-ка. За эти... Сколько? 6 часов? Да. Примерно 5.30 я принял первого заказа. 6 часов уже позади. Там в аэропорте я подождал где-то почти 2 часа. Почти 2 часа я подождал заказа. Сделано 8 заказов. Ну-ка. 4 тысячи 59 рублей за 8 заказов мы зарабатывали, друзья. Ну, неплохой результат. Неплохой. Но можно было зарабатывать больше. Но не забываем, что после 9 там, после черной зоны вообще по городу не было кэфы. С утра были хорошие кэфы, но потом уже потухло. Ничего. Может быть после обеда будет нормальный кэфы. Но это вряд ли. Потому что сегодня все катают там недельные цели, бонусы. Им надо количество. А нам не надо количество, нам надо качество, друзья. Ничего. Перерыв будет час или два часа. Когда я выхожу, держу вас в курсе и скажу, сколько было перерыва. И на вторую часть выходим. Дальше будем продолжать. Время у нас 14-12, друзья. Перерыв сколько был у нас? 2 часа 30 минут у нас был перерыва. Мы выходим на смену на вторую часть. Сколько мы еще должны отрабатывать? Мы за сегодня еще должны отрабатывать 6 часов. Ну, до 8 будем кататься, друзья. На первой части перерыв это был во время работы. На вторую часть выходим. Вот по городу вообще нету кэфа, друзья. Даже радар у меня пропал. У меня подключен там комфорт и детский. Катаем только комфорт и детский. По городу показывает 5 баллов пробки, друзья. Но нету кэфа. Что за цены? Что случилось? Яндекс. За бортом 26 уже показывает. Вроде нормально. Хорошая погода. И нету дождя. Ну, ничего. Нормально. Работаем. Посмотрим, что будет дальше за сегодня. Сколько мы можем зарабатывать в понедельнике. Время у нас 15.07, друзья. Завершаем поездку. В пути были там почти 20 минут. 388 рублей. По городу, да, нету кэфа. Но я катаю комфорт и детский более-менее. Ну, не говорю, что там прям хорошие заказы. Ну, более-менее. Нормально там 300, 200 чем-то рублей. Она того стоит. Нормально. Без кэфа. Катаемся. 17.20 начинается, друзья, черные зоны. Вот, надо катать черные зоны. А то касса сегодня будет сам по себе. Вот, черные зоны. 17.20 начинается до 18.49. Надо катать черные зоны, друзья. Время 17.04, друзья. Через 15 минут у нас начинается черная зона. Плюс там 2. Ну, она того стоит. Если будет дальний какой-нибудь заказ, то мы получаем бонус максимальный 980 рублей. Ну, нормально. Поэтому чуть-чуть будем подождать. До этого момента сделано 16 заказов. Будем ждать. И выходим на линию через 15 минут. Время 5.24. Я выхожу на линию, друзья. Я не поставил кнопку домой по делам. Завершаем поездку. С черной зоны приехали, друзья, на Кутузово. Поездка, не знаю, должен быть сколько. Примерно 700 рублей, оказывается. 706 рублей. Нормально. Думаю, мы на черной зоне находимся. Я поставил кнопку по делам. Где вторая у нас черная зона? 17.20. 17.50. Мы должны передвигаться в сторону черной зоны. И оттуда принимаем заказы. Она того стоит вообще-то или нет? Что будем делать, друзья? Давайте кнопку по делам отключаем. И посмотрим, черную зону есть или нет. И до скольки он действует у нас. Ну-ка. 18.49. Ну, она того стоит. Давайте потихоньку передвигаемся в сторону черной зоны. И оттуда будем ловить заказы. Хотя за сегодня касса будет более-менее нормальная. Сегодня чуть слабовато, друзья. Но ничего. Ничего. И то хлеб. И то хлеб. В некоторых местах некоторые люди вообще не могут работать. Зарабатывать. Там для кого-то там, как сказать, 5 или 10 долларов зарплата за там 10-19 часов. А мы зарабатываем нормальные деньги, если сравнивать с ними. Вот поэтому. Ахамдулилях. С обратным заказом приехали, друзья, на Народный проспект со второй речки. Посмотрим, это сколько будет поездка. 544 рубля у нас. Ну, нормально. Еще где-то 20 минут есть, чтобы кататься на черной зоне. Да, мы на черной зоне, друзья. Сейчас будем ловить заказы с черной зоны. Уходим на линии и припаркуем машины где-то на парковке Реми-Сити. И отсюда будем получить заказы. Мне дают вот такой заказ. Я с удовольствием буду принимать. По тарифу Комфорт. Народный проспект 43, дроп 2. С кайфом плюс 40. Если будет долгая или дальняя поездка, ну, дальняя поездка точно не будет, но долгой поездки, если будет в сторону второй речки, будет супер. Ну, касса будет более-менее нормальная. Завершаем очередной заказ. В пути были 37 минут, друзья. Помните, я сказал, что хочу дальнюю или долгую поездку. Но по сумме она того и не стоит. Она того и не стоит. По сумме я сейчас завершаю поездку. И посмотрим, сколько выходит у нас на этой поездке. 689 рублей. Ну-ка, с бонусом сколько будет эта сумма? Ну, нормально. Почти 1300 рублей. Нормально, друзья. Вот вечер более-менее. Днем была сам по себе. Ну, КФЕС эконом 140, комфорт 70. Детский 140 у нас показывает. Давайте выходим на линии. Посмотрим гарантия спроса. Это уже в 10, чем-то до 10. Мы не будем кататься. Еще максимум час будем кататься. Мы уже на второй речке. Нам дают вот такой заказ. Средняя подача. Давайте принимаем. С КФМ плюс 200. Едем, чтобы подаваться. Ну, максимум еще час будем кататься, друзья. И 8.15, 8.30 завершаем за сегодня смену. Потому что завтра тоже надо выйти пораньше. Мы должны быть 19 часов на линии. И как будет, что будет. Каждый день по-разному. Иногда мы зарабатываем там больше 10. Иногда зарабатываем меньше. Но сегодня посмотрим, сколько будет, друзья. В пути были 14 минут, друзья. Завершаем поездку. Наверное, за сегодня это у нас последний заказ. Время уже 7.35. Завершаю поездку. Ну, сколько часов мы на линии? Почти уже 19 часов мы на линии. И давайте подведем итоги. Потому что по городу вообще нету КФМ. И пораньше зайдем домой. Ну да, вот. КФМ нету. Только на Седанка Сити. Дальше нигде нету. Там еще там ДТП. Еще там пробки. Поэтому давайте сейчас подведем итоги. Я припаркую машину, чтобы никому не мешать. И завершаем за сегодня смену. Посмотрим, сколько мы за сегодня зарабатывали. За 19 или 20 заказов. 275 километров проехали. Давай теперь в очередь рассчитаем, сколько у нас за сегодня вышло расход на топливо. 275 разделяем на 16.2 и будем умножать на 56 рублей. Ну, 950 тысяч рублей за сегодня у нас расход на бензин, друзья. Сколько заказов за сегодня сделано и сколько мы зарабатывали, друзья. За сегодня у нас 20 заказов, 8600 мы зарабатывали, друзья. Ну, нормально, 900 рублей бонус. Она того стоит, нормально все четко. Но, знаете, друзья, сегодня мы могли бы зарабатывать еще где-то там на 1000 или на 1500 больше. Ну, касса была бы где-то в районе 10 тысяч рублей. Почему? Потому что мы просто потратили свое время где-то там в аэропорте полтора или два часа в ожидании заказа. Это тоже невозможно передугадать. Вы не знаете, когда едете в аэропорт, бывают такие моменты, вы просто высаживаете пассажира и сразу же обратно будет заказ. Но бывают такие моменты, самолет приземляется с задержкой и накопляется там очень много машины. Некоторые будут ждать, некоторые нет. Вот пацаны сказали, друзья, вот вам тоже лайфхак. Если вы будете в аэропорте, вам дают, если заказ, платный по даче, имею в виду. Если вы уже принимаете, как я вот сегодня, я уже передвигался где-то там 500-600 метров, заказ отменен. Я перепарковал машину и мне дают 3-4 заказа там изнутри города Артема, разные там короткие заказы. Я всех этих заказов пропустил, ушел с линии и поставил кнопку по делам. Но пацаны сказали, они сказали, что именно в тот момент надо пропустить 3-4 заказы. Приложение вас обратно вернет в очередь. Именно в тот момент вы можете получить заказы с аэропорта. Но, например, у вас там была очередь 10-15, у вас очередь не будет 10-15, а где-то там будет 20 или 30. Вот так. Еще раз я вам говорю этого, надо кататься по городу. Да, в аэропорт можно, в казино, в Артем можно, но эту сумму я мог бы зарабатывать именно в городе, потому что именно с утра где-то от 7 до 9, до 10 почти были хорошие кэфы. Но ничего, такой день у нас получилось, так и было написано. Мы прожили этот день. Сегодня у нас 12 августа, понедельник. Думаю, завтра будут хорошие заказы, хорошие результаты, лучше, чем сегодня. Но сегодня тоже неплохой за 19 часов, 8600, 275 километров проехали и 1000 рублей у нас расход на топливо, на питание. Потратили где-то 500 рублей, друзья. Всем вам большое спасибо, друзья, за ваше внимание. В таком хорошем настроении я с вами попрошаюсь до завтра. Завтра обычно вернемся, как обычно. До субботы работаем в одном графике, в воскресенье отдыхаем. К концу этого видео, что хочу сказать, берегите себя и своих близких, это очень важно. С вами был Мирделол, Касимов, до скорой встречи. Пока, ребята!